Приветствую всех, с вами канал Витасалва и как я обещал показать вам жилища каменного века ну еще пару мест покажу вот на территории заповедника Аркаим созданы макетой модели в натуральную величину вон они, сейчас уже стемнело не успел я на экскурсию фокус чуть-чуть хворает вот, в натуральную величину трех жилищ поселения богатой датируемой концом четвертого, начала третьего тысячелетия до нашей эры ну то есть 6-5 тысяч лет назад по данным археологическим раскопкам воссоздана сама архитектурная конструкция и интерьер жилищ изготовлены предметы быта и построены хозяйственные сооружения очаги, погреба, спальные нары и прочий объект можно посетить самостоятельно и в сопровождении экскурсовода вот что я сейчас и сделаю самостоятельно попробую их посетить ну, так как они экскурсионные конечно же вход в них закрыт ну вот такие вот жилища каменного века значит, хочу сказать, конструкция тут их три в основном я считаю, что эти постройки делались возле рек потому что удобно мы видим, что сооружение глиняное и сейчас мы посмотрим значит, так я понимаю, что для начала строилось вот такой каркас из бревен в виде наверное, восьми шестиугольное скорее всего, восьмиугольное вот так вот все ложилось прошу прощения, что фокус теряется уже солнце село стемнело значит, наверху мы видим сделана вот труба сейчас вот фонарик включил вот, в виде трубы сделано это в этих жилищах значит ну, прямо там был костер разводили чтобы дым выходил вот таким вот образом сделана такая дверь сейчас, конечно, ничего не увидит все закрыто ну, конечно раньше не было железных вот таких решеток но само как бы сама постройка была изначально сделана вот таким вот образом ну, мы видим в принципе, здесь сделано, значит возвышение внутри, значит выкопано сначала шли камни потом шли бревна вот так вот накладывались в виде такой пирамиды какой-то далее так как я уже сказал, что строили рядом с речкой значит, брали после вот этого каркаса брали глину с сеном и облепляли этим всем жилище и в общем вид уже стал приобретать вот такую вот некую форму ну, уже стало гораздо поинтереснее то есть, да стало гораздо теплее там уютнее ничего не продувает вот в принципе я думаю понятно, да как это все сделано в итоге что мы там видим внутри так значит, вот фокус внутри мы видим вот здесь это очаг значит, здесь разводили костры и как я говорил уже про трубу там выходил он из нее значит, так же здесь мы видим что на первом этаже она как землянка в виде землянки сделана видите такой вот хоть хоть жучок там ползает сейчас увеличим ползает жучок здесь я думаю все знают что это за жук вот такие ступеньки так же внутри все глина сделана обмазана все стенки ну, тут выровнены они вот так вот так, здесь мы видим висит точнее лежит череп быка да или коровы ну, там так какие-то скелеты коров значит тут какие-то предметы быта установлены и хочу заметить я не знаю будет ли вам видно или не будет сделаны вот такие вот пологи то есть двухъяростные ну, лесенка есть значит здесь на полу ну, в принципе это у них была кухня и прочее да и наверху они спали и размещалось здесь очень много конечно же людей если можно их так назвать древний человек значит их очень много здесь размещалось они спали наверху возможно что по каким-то их иерархическим порядкам кто-то спал может быть и внизу в общем вот такое ну в итоге дальше это тоже все обделывалось еще дополнительными камнями как мы видим это уже третья постройка уже получается заключительная значит тут уже сделано из чего я точно вам не могу сказать но что-то похоже на цемент из чего-то они его мешали делали и еще дополнительно обкладывали вот цементом ну это конечно фигуры то есть постройки уже ну как ну копии в общем восстановлены ну то есть сделаны да ну что-то я здесь входа не вижу это удивительно не смог пройти мимо и решил показать вам какая потрясающая луна она ярко ярко оранжевая можно сказать с красным оттенком таким такая кровавая луна ну такого какого-то янтарного что ли цвета замечательная вообще очень нравится это максимальный зум оптический на этой камере держу на руке конечно дергается на штативе было бы поинтереснее ну вот как-то так замечательно вообще вот пожалуйста вашему вниманию представлена казачья усадьба в ней вроде бы живут люди я точно не помню и не знаю давно меня здесь не было значит это энтографический музей казачья усадьба все в этом стиле сделано дом скорее всего не живут но он выглядит как жилой я думаю что у кого-то в городах каких-то построены тоже такие вот еще остались с тех времен с 800-х 900-х годов примерно вот так вот это все выглядит в принципе сейчас посмотрим и конечно вот эта мельница она очень-очень большая можно сравнить вот идет человек какого роста это мельница конечно лопасти у нее сломаны но и она не действующая но привезли ее из Парижа почему Париж вы может быть удивитесь нет Париж это в общем поселок либо деревня тут в России недалеко от этого места вот ее как-то сюда притащили значит там еще бревно такое большое есть сейчас до него дойдем значит казачьи усадьбы выглядит вот так но я вижу вот красный огонек горит значит сигнализация работает если честно я ни разу не был там внутри почему-то или нету экскурсии или как ну вот здесь что-то написано какая-то бумажка а нет можно заходить видимо но мы никогда не заходили туда ну вот так все выглядит конечно темно ничего не видно фонариком подсвечу такие резные ворота у нас дверь все вот так вот из бревен сделано там дом здесь дом здесь может быть тоже какое-то построение баня не баня не знаю что-то внутри но выглядит вот так вот конечно вам нужно самим приехать и все тут обглядеть посмотреть и все увидеть вот там люди и вот такая вот большая здоровая мельница а вот кстати мы почти даже дошли до музея природы вот он такой вот красивый здание построили его я даже не могу точно сказать но оно здесь не так давно ну внутри там конечно интересно всякие камни значит какие народы там жили как они выглядели ну примерно какое у них было одеяние ну вот торопинка здесь есть сейчас пойдем посмотрим конечно на улице очень темно уже солнце закатилось сейчас будем посмотреть вот такие вот круги я думаю что вот эти самые круги они мололи зерно и превращали их в муку вот такие вот большие валуны ну примерно я так думаю может быть я ошибаюсь я не мастер этого дела я вам зрительно показываю конечно рассказываю вот это наверное что-то типа было внутри какой-то механизм но тут можно наблюдать что сделаны в виде шестеренок вот дерево видимо оригинальное это все что от него осталось она стоит вот на улице ну что поделать вот и вот такая здоровая мельница конечно шикарно шикарно очень красиво сделано можно сейчас будет поближе ее рассмотреть вот 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 людишки а вот это такая вот большая мельница вот это называется курган темир это захоронение некого населения вот которое жил в этих краях тоже очень давно очень интересно сделано значит я буду проезжать наверное просто завтра уже уезжаю с утра будем проезжать я поближе его постараюсь заснять сейчас подойдем поближе к музею я вам его покажу поближе я тут еще была интересная полянка но точно не вспомню где она ну а вот эта полянка значит на самом деле очень странная но если вы видите в нее вкопаны железные руки лица людей сделанных вот так вот они выглядят я не знаю видно вам или не видно ну примерно вот так вот все это выглядит как бы очень устрашающе когда я это первый раз увидел бродил я тоже тогда под вечер просто офигел из земли растут руки ну да конечно же это просто какой-то архитектурный прикол одного из этих художников непонятно что сделано лично мне и не считаю что это красиво это не знаю как это сказать ладно пойдем до музея как мы слышим еще кошельцы сверчки стрекочут точнее но здесь потеплее вот мы и подошли музея природы это одно из новых зданий оно кстати очень красивое я там даже был на втором этаже там можно зайти все посмотреть где-то лает собака думаю что нам можно будет уйти либо туда куда-нибудь пройти я точно не помню как тут пройти либо по верху возможно пойду наверно вот так вот здесь будет покороче думая ну посмотрим вот такой музей красивое здание поднимемся офигенные ступеньки сделанные из прикольного камня очень такой необычный таксофон есть я кстати не знал но здесь просто расписание музей природы можно увидеть арка красивое здание температура на улице сейчас у нас 26 градусов время сейчас не сфокусируется 29 50 скажем да вот из такого камня сделаны посмотрите все такие ступеньки классные вообще ну вот так вот это здание выглядит там ничего интересного автобус какой-то стоит там что-то постройка тоже какая-то ну не пойду до нее значит ну в принципе так-то все думаю сейчас попробую пройти вот по этой дороге хотя я думаю вряд ли куда я смогу уйти там кстати горит костер я на него опоздал но сейчас пойду обратно и посмотрю куда ну тут в общем написано что это аркаимы диспетчерская служба но нам к ней не надо конечно же мы пойдем обратным путем до лагеря Базового на этом все всем желаю удачи и добра увидимся ставьте лайки и подписывайтесь на канал до новых встреч ВИТА САЛВА